Да, друзья, привет вам. Ну вот, интересно мне вам сказать, почему мне удалось придумать национальную идею России, генератор образа будущего. Почему именно я это придумал? Почему именно я придумал метод-ключ, который помогает быть целостным и объединить целостность все человечество, чтобы сократить кризисы и войны. Я вам сейчас скажу в двух словах, это очень серьезно, самое главное, чтобы я не расплывался под ревом. Во-первых, я родился в Дагестане. Дагестан находится между Востоком и Западом, вот этот великий Кавказский хребет и так далее. Но дело не в географии, дело в том, что Дагестан многонациональная культура. Там одних языков только коренных, обратите внимание, не меньше 11. Я жил в многонациональной республике. Я даже в книге, которая сейчас выходит в АСТ, там у меня есть эпиграф дедушке Ибрагиму, маме Пакимат, жене Татьяне, детям Алену и Шейле, Внученьке Грете и внуку Шамилю посвящается и через это созвездие имен всему человечеству. Вы представляете Дагестан, во-первых, город Махачкала, там где я родился, город Махачкала, бывший город Порт-Петровск. Создал его Петр Первый. Значит, находится между морем и горами. Во-вторых, там все климатические зоны как бы собрались, и там даже есть песчаный бархан, где своя фауна и флора, как говорится. Ну, там есть все. Ну, вот языки там такие, что раньше говорили. Вот у меня был такой, старше меня, друг Пролейко, который работал начальником научного технического управления Министерства электронной промышленности СССР, в системе которой я работал. Пролейко говорил. Там, например, в Дагестане давно-давно, в древности, ну, на базаре собирались там люди разных национальностей. В одних селах делали, значит, кинжалы, в других делали ножни. А языка друг друга не понимали. Но они собирались, ну, у меня, значит, еще, кроме того, папа у меня варить, мама у меня тоже аварка, но у нее папа кумык, но мама тоже аварец. Короче говоря, а кумыкский язык был ближе к низменности, и все говорили тоже по-русски, и по-кумыкский тоже много все знали. А кумыкский язык, это очень близкий к тюркскому, ну, тюркская группа. Короче говоря, очень много там взаимопонимания было. Валерик, например, со мной учился в школе, еврей. Мама у него русская, папа еврей. У нас в классе много евреев училось. Саша Данилов, Абрамов там. Это все мои друзья. Вы понимаете, вот мы жили в такой среде, где понятия вражды между национальностями не было. Ну, бывало, кто-то по пьяни кому-то что-то скажет. Ну, это же не в стрезвом мире. Ну, где-то там, чего-то там. Ну, в принципе, в принципе, самая многонациональная республика в СССР. Кроме этого, находится в СССР в то время, да? А СССР самая многоциональная страна. Вы понимаете? И вот отсюда все и происходит. А поскольку это все происходило между Западом и Востоком, я хорошо чувствую ментальность культуры Востока и ментальность культуры Запада. Я хорошо понимаю, откуда, как психофизиолог уже, хорошо понимаю, откуда произошли Восток и Запад. Они произошли из того, что законы природы едины, они произошли потому, как есть две половины мозга. Вот эти две половины мозга, Восток и Запад, поэтому они и произвели, человек и произвел. Одни пошли в этом направлении, другие в этом направлении. На Востоке были первичные духовные ценности, то есть внутренняя свобода. На Западе материальные ценности, внешняя свобода. Но поэтому восточная культура, она имеет тысячелетнюю историю, поэтому все религии произошли из Востока. И поэтому говорят восточный мудрец. Не говорят же западный мудрец. Про западного человека говорят. Западный это говорят философ, а восточный мудрец, потому что мудрость это что? Это как раз такие духовные ценности, это сохранение жизни на земле, сбережение, сопереживание, любовь, это вечные человеческие ценности. Этим отличается Восток. А западное чем отличается? У Запада времени поменьше было. А западное мышление – это прогресс, революции, динамика, результативность. Так вот, надо же, чтобы это соединялось, именно так половина мозга соединяется, когда человек, например, концентрируется на чем-то, когда он пытается принять решение. Ну, короче говоря, смотрите мою модель работы мозга, где четыре агрегатных состояния работы мозга и одно нулевое состояние между ними. Ну, а о нулевом состоянии мы там в других роликах говорим. Смотрите мою тут поглубже туда. Но дело-то вот в чем. Дело в том, что сегодня, когда нет образа будущего, когда мы находимся в мире переменно, в условиях перемен, тут когда... Ну, вот я вам хочу напомнить и объяснить в двух словах, почему западные покорили в свое время восточные, почему восточные страны стали колониальными. Ну, просто потому, что они же были, ну, погружены в себя. Вот это внутренняя свобода. Ну, поэтому у них экономика слабая была. Ну, вот же, надо же глубже проникать в существо вопроса. А там я смотрю в Ютубе и все пишут. Вот эти агрессоры, потому что они завоевали. Да почему? Причина следственной связи. Это все у меня открыто в книге. Национальная идея. Российская национальная идея. Генератор образа будущего. Вот там посмотрите, в Редера. Напишите там Редера. Национальная идея. Генератор будущего. И Россия может. Россия может. В принципе, при заинтересованности государства, да, может. И там написано, что она может сделать. Она может согласовать ценности материальные и духовные. А из-за отсутствия этой гармонии в мире как раз и происходят кризисы и войны. Вот я почему эту картину поставил свою. Я же в Китае был, когда я готовил парусный спорт на Олимпийских играх. А в Китае вот бабочки такие были, большие, маленькие. Я из окошка так выглядывал. Прямо вот такие летали. И там вот сверхи такие маленькие. И в Китае же тоже много разных зон таких вот. И вот если, значит, Китай сегодня, видите, какой прогресс совершил, он соединил немножко социализм. Ну, как НЭП в свое время хотел сделать Ленин, но потом не получилось, потому что Ленин потом писал, что образования у людей не хватило. И поэтому тогда все это... Ну, надо глубже же проникать в существо вопросов. А в Китае такой прорыв делал. Ну, в Китае нету генетически того, что есть в России. В России есть вот как раз таки то, что между Западом и Востоком. А в Китае Восток. Понимаете? Тао Дэ Цзинь, Лао Цзинь, Конфуция. Чисто восточный такой путь. А в России есть. В России есть. И в России люди... Менталитет у них такой в многонациональной культуре. Вот это вот как раз таки Достоевский говорил, что душа русского человека открыта всему миру. Хотя Киплин говорил, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись. А Достоевский, видите, как говорил, душа русского человека открыта всему миру. Ну, вот же в чем дело. Почему я ключ создал? Чтобы человек был целостный, синхронизировал действия свои внешние со своим внутренним состоянием. Чтобы согласовались психические и физиологические процессы. Как говорится, ум, душа и тело. Чтобы были в единстве. И поэтому я очень обеспокоен. Я понимаю, как соединить Запад и Восток. Ментальности и культур Запада и Востока. Как соединить. Да. Поэтому я ищу нормальных людей, которые думают точно так же. Которые тоже хотят, чтобы был мир на планете. Чтобы сохранить разум на земле. Соединяйтесь, друзья. И читайте мою книжку в Ридеры. Но я это сейчас выступление делаю не для того, чтобы продать свою книгу. Там есть бесплатная часть. Смотрите, бесплатную часть. Там очень интересно. В конце этой книги есть строчки. Что человек может управлять только тем, что он осознал. Все остальное управляет им. Поэтому методика ключа, она в принципе нужна для самосознания. А там есть модель работы мозга. Смотрите модель работы мозга у меня на сайте стрессу, хс.ру. Читайте мою книжку «Укращение стресса». Ну, сейчас новая выйдет. В АСТ тоже читайте. Но все же есть. Все же есть. Но я начал с того, почему я создал это. Еще и потому, что у меня дедушка был большой трудяга и очень добрый человек. Если я в Китае видел бабочек из окна. Вон, бабочка летает и бабочка здесь. Единая вселенная. То, когда я жил у дедушки в доме, когда был маленький на улице Озерный, дом 7, то я из окна, когда просыпался, видел всегда березы. А дедушка всегда говорил бабушке, дай детям играть в детстве. Он научил нас любви и свободе. Был большой трудяга, а при этом говорил, дай детям играть в детстве. Научил нас любви и свободе, я повторяю. А бабушка научила нас труду. Вот это соединение всего и позволило мне создать метод ключ и национальную идею. До встречи, друзья.